В Саратове появится новое студенческое общежитие. Здесь поселятся актеры, музыканты, певцы. Для людей творческих профессий общежитие строят необычное. Подробности в нашем следующем сюжете. Настроение как? Мерзнете что ли? Надо заселяться во внутрь. Заселяться еще рано, зато теперь есть куда. Депутат Госдумы Николай Панков осматривает здание, которое открывает новые перспективы и второе дыхание студентам Саратовской консерватории. Более 80% учащихся этого вуза – приезжие из других городов. Общежитие не только существенно удешевит квартирный вопрос, но и внесет свежую струю в учебу. Квартиру снимать стоит порядка 10-15 тысяч, даже комната. А общежитие намного дешевле и намного комфортнее в плане работы, потому что мы можем встречаться вместе, можем репетировать. Сейчас студенты консерватории разобщены, живут в двух старых корпусах рядом с консерваторией. И еще одно общежитие находится аж в заводском районе. А новое здание сможет принять 320 российских и иностранных студентов. Здесь также поселятся аспиранты, молодые семьи и даже преподаватели творческого вуза. Мы бы, конечно, хотели, чтобы здесь проживали на первом хотя бы этапе, как помощь молодым педагогам. Вы знаете, что бывает, что очень талантливые выпускники оставляют их в вузе, а проживать им негде. Саратовская консерватория мечтает о новой общаге много лет. Передача принадлежащего Министерству обороны здания затянулась на 4 года. Зато теперь консерваторские получат не только отремонтированные жилые комнаты. В проекте библиотека, буфет, спортивный зал и даже мини-сцена. Консерватория, которая имеет такой большой вес не только у нас в Саратовской области, по Волжье, в Российской Федерации, но и мировое значение, не имеет хорошего, прекрасного общежития. Поэтому и решено было провести реконструкцию этого объекта. Для этого необходимо финансирование. 2 декабря депутаты фракции «Единая Россия» будут голосовать за бюджет, где мы внесли предложение по выделению 70 миллионов рублей на реконструкцию общежития для консерватории имени Собинова. Будущие жильцы дома уже мечтают устроить в новом общежитии на границе Кировского и Ленинского районов культурный оазис, организовать самодеятельный театральный кружок и проводить музыкальные вечера для горожан. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Субтитры создавал DimaTorzok